Всем доброе утро! 14 августа. Ну что там с ютубом-то? Всё, ёк! Немножко обидно. Там было очень много полезного и очень много плохого. Скажу за себя, что я чувствую. Не расстроюсь. Ну что сделать? Уже как есть. Мы ничего сделать не можем. Я ютуб и раньше-то не смотрела. Ни ВКонтакте, ни Рутубы. Вот на Дзене есть у меня канал. Кстати, я переименовала канал. Мне ютуб так предложил. Правда, не дописала одно слово. Ну, Катюша большими буквами. Не так же на Дзене Катюша. Вы мне просто скажите. Будете смотреть? Скоро же там пойдут путешествия. Как оно будет? Я пока не буду прекращать снимать. У всех паника. Переходите туда, переходите сюда. Ну, я как бы и так мало снимаю. Не хочется ерунду каждый день показывать. Хочется по существу, по информативнее. Сань, поняли уже по видео. Посмотрим. Дзен в странах не крутит. А если... Я пробовала, кстати, на Дзен один раз в Таиланде. Загрузить видео. Это нужно сидеть, чтобы экран не погас. Это по 15 минут надо сидеть. Но это не очень удобно. Именно если человек находится за границей, вот этот Дзен грузить. Раньше смотрели очень много. Там, кстати, я стрижки выкладывала. Все, у меня там некоторые стрижки. По 270 тысяч просто смотрят. Но он не так... Мне монетизация, кстати, не так важна. Мне и на ютубе-то не было. Я так снимала. Но, знаете, стоит ли вот на это время совсем убивать? Вот сидеть? А если ты еще и в отпуске? Ладно, скажите. Напишите хотя бы, какого в стране, в городе, как у вас крутят. У меня ничего не крутит. Я так попробовала. На телевизоре у меня всегда была заставка для фона. Вот там был ютуб. И я специально, в первой попавшейся видео включила. Ничего не крутит. А с телефона, с мобильного телефона можно. Ну, еле-еле. Загрузить свои... Так что давайте пока без паники. Ну, как будет, действительно, так и будет. Что теперь? Конец света. Ну, реально. Ничего. Отдыхать мы будем ездить. Уже по прилету, значит, буду в дзен грузить. Разберемся. Позвонил брат, говорит, давай на дачу съездим. Говорю, с удовольствием. Хотим посмотреть, есть ли грибы. Опять тема клещей. Ладно. Ну, мы с папой на машине, мы посмотрим. Мы далеко от чего-нибудь. Еще неизвестно, во сколько мы приедем. Сегодня будем денек там. Сегодня будем денек там и завтра до обеда или до вечера. Это остатки. Это остатки уже цукини, кабачок. Тут такая гора была. Это как во всех квартирах в конце лета. Во всех квартирах страны кабачки. Так, что я еще сделала? Я сделала капусту, такими большими кусками. Знаете, по-грузински ее еще называют. Свекла, чеснок, гвоздика. Только не знаю, сколько дней должен груз стоять. Вот стоит два с половиной дня. Розочки мои все живы. Ну, и я потихоньку их уже обрезала некоторые. Ну, и начала делать закрутки. Огурцов, кстати, в этом году нет. Настолько мало, что вот, знаете, один-два в день. Они вот завязались, вот такие вот маленькие, мама рассказывает. И все. И дальше не идут. Кстати, у многих я спрашиваю, такая ситуация. Хорошо. Я сейчас покажу, что я сделала. Чуть-чуть, но начала делать. Красавцы, да? Помидорчики закатала. Три банки. Каждая банка полтора литра. Вот такие банки, по-моему, по 430 миллилитров. Кабачки с укропом. Все это маринаде с чесноком. Таких у меня 6 банок. И я запекала перцы и также заливала маринадом. Печеные перцы в маринаде. Таких у меня, по-моему, 0,7, 4 банки. Много не буду делать и родителям, брату. Ну, себе немножко оставлю. Осталось еще немного банок, тут пустых. Я сделаю баночки 3-4, тоже вот эти небольшие баклажаны. Тоже запекать с чесноком там. И баночки 3-4 небольших огурцов. Сейчас похвастаюсь. 27 июля у мамы был день рождения. И я ей заказала немецкие. Наконец-то, да? В прошлом году все. Мы никак не могли привезти. Вот этой фирмой Шоуберг. Немецкие зимние сапоги. Торобка большая. Цвет может... Кто там? Цвет может чуть-чуть искажать. Но он очень приятный цвет. Это замша. Не смотрите, они не такие большие. Видите, видите, кант какой хороший. Подошва добротная. Строчка хорошая. Это цигеечка. В общем, я мерила. Мне понравилось. Стоили они, кстати, на Валберрис. 4 828. Короче, считайте, ну, 5 тысяч. Ох, без 100 рублей. Погода хорошая. И завтра, по-моему, обещали хорошую погоду. Надеюсь, что хотя бы немного грибов будет. Но в любом случае надо прогуляться, да? Как раз два дня свободных. Ну ладно, буду я собираться. Это я так решил. Небольшое видео записать. Узнать, как дела. Что будем делать дальше. Если не сложно, напишите. Дачу буду снимать. Все, до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok